Всем привет, друзья! С вами Варчик, в этом видео поговорим про танчик ТЛ-1 ЛПЦ. Премтанк, который недавно продавали, что это из себя представляет? Это премтанк 8 уровня, среднеамериканский, с 3D стилем, посвященный группе Offspring. Обвешан всякими гитарами, барабанами, весь такой черный, рокерский, с черепами. Кому-то он нравится внешне, кому-то нет. Кому не нравится, стиль с него можно снять, и тогда он становится просто овальный, неинтересный. Американская СТ, которая выглядит вообще никак. Можно повесить на него свой какой-то камуфляж и кататься, а можно пользоваться этим. Не суть важна, еще у этого танка есть уникальный экипаж с уникальной озвучкой. Это все особенности этого танка. Дальше переходим в принципе про играбельность. Это премиумный танк. Фармит ли он серебро сразу в лоб, самое главное, что нужно нам знать. Нет, не фармит. Почему? Все очень просто. ББшка и пробитие всего лишь 208. Казалось бы, это не намного меньше, чем обычное пробитие на 8 левеле. Обычно там около 212. И дальше уже плюс-минус у кого-то и 230 бывает, у кого-то и 190. Но в принципе 208 не так уж и плохо, если бы не одно но. ББшка летит довольно-таки плохо. Скорость не особо быстрая, что уже накладывает свои особенности на стрельбу. Небыстрые снаряды больше летят по навесной траектории, плюс вдаль попадать сложнее. Казалось бы, да ну ладно, больше упреждения возьму, раз снаряд летит не особо больше. Но куда ты будешь брать больше упреждения, если общая точность у пушки очень не очень. 0.38. Это конечно не самая катастрофичная пушка по точности. Но в совокупности в итоге пушка вдаль стреляет очень плохо, да и вблизи может попасть не туда куда вы хотите. В целом пушка кривая, поэтому этот танк плохо фармит. Но в принципе играбельный он или нет. Ведь у него не только ББшки есть, есть еще кумулятивы с пробитием 280 и которые быстро летят. Да-да, кумулятивы летят быстро. Казалось бы, кумулятивы должны лететь наверное медленно, но здесь кумулятивы летают намного быстрее чем ББшки и в принципе стрелять намного приятнее кумулятивами. Хотя обычно наоборот. Также здесь пробитие фугасами печальное. И в целом альфа у танка 280, что необычно для СТ 8 левела. Обычно либо 240-250, либо если у нас какая-то пушка с большим калибром, то альфа совсем другая. А здесь 280, необычная такая альфа. И в целом за счет нее урон набивать довольно таки просто, если мы ББшками стреляем в ватные танки, а кумулями во все остальные. Играя на этом танке я вообще в принципе ББшками пользуюсь редко, поэтому фармлю на нем еще меньше, дай бог, чтобы не уйти в минус. Конечно на ББшках можно чуть пофармить, но все это выглядит очень неприятно. Что касаемо динамики этого танка, никакая, неплохая, нехорошая, он просто едет, просто поворачивает, никаких негативных ощущений от езды на нем нету, и положительных тоже. Он просто спокойно катится, он не мешает и не помогает, просто динамика обычная, нехорошая, неплохая. Что касаемо брони, края маски у этого танка крайне бронированные, там 400 плюс миллиметров, но в них еще нужно попасть. Народные умельцы попадают чаще в центр маски, а там уже ломается пушка и маска пробивается в середину. Также если стрелять не в край маски, а вокруг, то там брони 200 плюс, что тоже может пробиваться даже без голды на 8 левеле, тем более если у вас стреляет высокоуровневый танк. Также на голове имеется лючок, который пробивается не так уж и сложно, люк небольшой, не маленький, такой средненький. В целом броня этого танка иногда отбивает снаряды любые, иногда от любых снарядов получает урон. Что из этого следует? Что на броню надеяться не стоит, но если она нам помогла, это хорошо. И она будет частенько отбивать снаряды, наша броня этого танка. Но когда мы ее полностью всю разбираем, мы понимаем, что уверенности эта броня нам не дает 100%, она просто иногда нам помогает. И мы тоже можем ей помочь. Как? Мы можем играть от рельефа. Играем на этом танке от башни, прячемся за рельефиками, играем от альфы 280, пользуемся кумулями, играем среднюю и ближнюю дистанцию, и этот танк начинает накидывать тонны урона. Мы можем спокойно приезжать на фланги для тяжей и кумулями разбирать любых тяжей, играя от рельефиков и укрытий. В принципе, этот танк не подходит на роль основного премтанка, как фармер. Этот танк не подходит новичкам для обучения. Этот танк подходит только для тех, кому скучно, у кого не сильно много танков в ангаре, и он хочет просто разнообразие какого-то понагибать на голдеце, на каком-нибудь танчике. Танк в целом неплохой для ближней и средней дистанции. Но сказать, что он мега имбовый нельзя, поскольку вдаль он вообще плохо попадает. Но и плохим его тоже назвать не могу. В целом, этот интересный танк для разнообразия, если вам некуда деть деньги. Просто нужно знать его особенности. Кривая пушка для стрельбы вдаль, медленно летящие ББшки с небольшим пробитием, быстро летящие кумулятивы с большим пробитием. В некоторых местах башня сверх бронированная и отбивает любые снаряды, в некоторых местах любыми снарядами пробивается. Лишний раз подставляться не стоит и пользоваться своей альфой. Если танки против нас ватные, стреляем ББшками, если не ватные, пробиваем их насквозь кумулятивами. Все очень просто. Мне танк в целом понравился, но я бы не сказал бы, что это верх моих мечтаний и это мой любимый танк. Просто он нормальный и все. Но рекомендовать его практически никому не могу. Он мне понравился, скорее всего, потому что СТшки в этой игре это лучшее, на чем можно играть. А голду я заряжать не боюсь, поэтому танк вышел у меня неплохой. Если бы я играл в фулл ББшки, я бы на нем, наверное, не играл бы вообще, поскольку ББшки очень слабые. С вами был Варчик, играть красиво, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok